Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Аздару, Елена Мищенко в студии. В эфире программа «Итоги недели Центральной Азии» и в этом выпуске вы узнаете. Кадровые перестановки в Таджикистане. Горно-Бадахшанская автономная область получила новое руководство. Амнистия в Казахстане. Кто выйдет на свободу? Блокировка соцсетей в Узбекистане. Что произошло? Граница Кыргызстана и Таджикистана. Переговоры и работа продолжаются. В России пропал туркменский оппозиционный активист Азат Исаков. Кадровые перестановки в Таджикистане. 5 ноября Йодгор Файзов был официально освобожден от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области. А Алишер Мирзуна Абот Ходуберди назначен на этот пост. Об этом сообщает Азия Плюс со ссылкой на пресс-секретаря правительства автономной области Голиба Ньютбекова. Пресс-секретарь также отметил, что на Зира Амирбекзода освобождена от должности заместителя председателя области, а на ее место назначена Нилуфар Асламшоева, ранее возглавлявшая отдел социального развития и связей с общественностью аппарата председателя области. Мэром Хорога назначен первый заместитель председателя комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Ризо Назарзода. Напомним, что на посту главы Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Йодгор Файзов прославился необычными для таджикского общества действиями, откровенностью и доступностью для общественности. Он стал одним из самых популярных официальных лиц благодаря многочисленным интервью в СМИ. Алишер Мирзонабот, который теперь станет председателем, был заместителем председателя Госкомитета национальной безопасности до октября 2018 года. Потом был назначен первым заместителем председателя области. В прошлом году он был назначен мэром Хорога. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала ООН и международное сообщество обратить внимание властей Таджикистана на плачевную ситуацию с правами человека в стране. В заявлении подчеркивается, что Таджикистан недавно оказался в центре мировых новостей из-за своей позиции к движению «Талибан». Президент Таджикистана Мамали Рахмон, выступая на 76-й сессии Геннесс-Амблеи ООН, заявил о необходимости сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, в которые войдут в том числе и афганские таджики, составляющие порядка 46% от общего числа населения Афганистана. Правозащитники считают, что такая позиция Таджикистана не может служить поводом для игнорирования нарушений прав человека в самой стране. После того, как в 2015 году была запрещена единственная оппозиционная организация партия «Исламского возрождения Таджикистана», правительство Таджикистана посадило в тюрьму сотни политических активистов, журналистов и адвокатов. Власти постоянно притесняют своих оппонентов и диссидентов, а также находящихся внутри страны их семьи, оказывают давление на независимые СМИ. Из МИС лишения свободы регулярно поступает сообщение о пытках и жестоком обращении, отмечают правозащитники Human Rights Watch. Организация подчеркивает, что слушание национального отчета Таджикистана по правам человека в Женеве дает новые возможности для обсуждений кризиса прав человека в этой стране. До этого Таджикистан в последний раз отчитывался перед членами Совета прав человека ООН о соблюдении прав человека в стране в 2016 году. С тех пор, как отмечает Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Таджикистане только ухудшилась. Амнистия в Казахстане. Можилиз парламента Казахстана одобрит проект закона об амнистии в связи с 30-летием независимости страны. Под амнистию попали более 2000 осужденных и более 11000, стоящих на учете службы пробации. На свободу выйдут около 1000 осужденных, почти 4000 граждан снимут с учета, а остальным сократят сроки наказания. По словам министра внутренних дел Казахстана Ирлана Тургумбаева, амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов 1-й и 2-й групп и других лиц, не представляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству. По его словам, в настоящее время в Казахстане 34 тысячи человек содержатся в тюрьмах, колониях и следственных изоляторях. В отношении 30 тысяч имеются вынесенные приговоры, остальные арестованы и находятся под следствием. По данным МВД, 93% из них совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Около 45% ранее привлекались к уголовной ответственности. Блокировка соцсетей. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникации Узбекистана внесла Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram, YouTube и другие сервисы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и ограничила их работу с 3 ноября. Но вскоре власти Узбекистана восстановили доступ к соцсетям и мессенджерам. Президент Шавкат Мерзиоев уволил начальника Государственной инспекции по надзору в сфере информации и телекоммуникаций Голюбшера Зияева за ошибочные и несогласованные действия. Кроме того, уволены министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков и советник премьер-министра Олимжон Омаров. Как сообщает издание подробно УЗ, Узком Назарат ограничил доступ к нескольким соцсетям, мессенджерам и видеохостингам. Среди них Facebook, Telegram, YouTube, Instagram, Одноклассники и другие. Соцсети были заблокированы в связи с нарушениями правил обработки персональных данных. То есть зарубежные сервисы якобы не исполняли закон о персональных данных, который обязывает соцсети хранить данные пользователь на узбекских серверах. Несоблюдение нормы этого закона влечет запрет на деятельность или штраф. Заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Женбек Колубаев заявил, что политический диалог с Таджикистаном продолжается. В эфире ОЗТК, говоря о переговорах по кыргызско-таджикской границе, чиновник отметил, что топографические рабочие группы двух стран по делимитации и демаркации государственной границы встречаются дважды в месяц. После завершения ими работы переговоры продолжатся на уровне руководства республик. По словам кыргызстанского чиновника, ни одна сторона не должна проиграть. Губернаторы приграничных регионов тоже работают на своем уровне, привлекают жителей. Все госорганы, имеющие отношение к вопросу границ, работают активно и в тесной связке. Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день делимитировано и демаркировано только 519. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Сагдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границ. В России пропал туркменский оппозиционный активист Изад Исаков, который проживает в Московской области. Об исчезновении рассказала глава оппозиционной группы «Туркмении. Объединяемся» Чемен ОРС, с которой 37-летний Исаков был на связи. Как сообщает хроника Туркменистана, непосредственно перед тем, как активист перестал отвечать на звонки, он оставил ОРС следующее сообщение. «Полиция пришла. Если найдут меня, могут забрать. Я спрятался». Так как Исаков открыто критиковал туркменский режим, его депортация в Туркменистан может грозить активисту пытками и насильственным исчезновением. По словам ОРС, туркменские спецслужбы неоднократно угрожали расправой как Исакову, находящемуся в России, так и членам его семьи, проживающим в Туркменистане, включая несовершеннолетнюю дочь. На данный момент поиски активиста к результатам не привели. Адвокаты, занимающиеся пропажей человека, обратились к руководству МВД России с просьбой сообщить, был ли Исаков задержан. И если так, то где находится сейчас. Депутаты Нижней палаты парламента Таджикистана на очередном заседании 3 ноября приняли проект Налогового кодекса в новой редакции. В ходе обсуждения проекта министр финансов Таджикистана Фазидин Кахрзода сказал, что в новом кодексе численность налогов сократилась с действующих 10 до 7 наименований, а ставка подоходного налога снижена с 13 на 12%. Ставка НДС, доля которого составляет более 40% в общем объеме налоговых поступлений в бюджет, со следующего года снизится с 18 до 15%, а еще через 5 лет до 13%. Министр отметил, что проект кодекса содержит также множество других нововведений, многие из них будут задействованы поэтапно. Напомним, подготовить проект Налогового кодекса в новой редакции с учетом интересов субъектов предпринимательства в первую очередь производственников еще в мае 2019 года поручил президент Таджикистана Эммали Рахмон. Лидер фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд находится на территории Таджикистана. Об этом в понедельник сообщило агентство ТАСС с ссылкой на бывшего заместителя губернатора северной провинции Паншер Кабир Васик. По его словам, Ахмад Масуд иногда посещает Афганистан, где проводит встречи с отрядами сопротивления в различных регионах страны. Масуд в настоящий момент пытается заручиться поддержкой различных государств в противостоянии боевикам Талибана. Как сообщает Азия Плюс, с ссылкой на источник посольства Афганистана в Таджикистане, в Душан-Бе открылся офис фронта национального сопротивления Афганистана. На данный момент в офисе, который расположен в районе Исмаили-Самони, идет ремонт. После ремонта фронт национального сопротивления Афганистана проведет пресс-конференцию для журналистов, где расскажет о программе своей деятельности в Таджикистане. Ранее глава отдела внешних связей фронта национального сопротивления Али Майсам Назари заявил, что фронт зарегистрировал в США свое представительство и будет расширять свою официальную деятельность по всему миру. Фронт национального сопротивления Афганистана был сформирован после захвата талибами Афганистана. Штраф за репост в Казахстане. 2 ноября администрационный суд в городе Актобея штрафовал на почти 500 долларов местную активистку Айна Голь Табетову за то, что она нарушила порядок организации и проведение мирных собраний. Активистка перестала перед судом после того, как сделала репост сообщения с призывом к участию в мирном митинге. Как сообщает Казахстанское бюро Радио Свобода, активистка не согласна с обвинительным постановлением и намерена обжаловать решение суда. Табетова не отрицает, что 15 октября на своей странице в соцсетях поделилась постом с призывом к участию в митинге за повышение зарплат, пенсий и размеров пособий, а также освобождение политических заключенных. По ее словам, она несколько раз обращалась в городской Акимат с заявлением о том, что она намерена провести мирный митинг, но получала отказ. Это уже второй штраф за год для активистки. В июле она получила наказание за сообщение в WhatsApp с призывом к митингам. Международные правозащитные организации неоднократно критиковали казахстанский закон о мирных собраниях как несоответствующий международным стандартам, поскольку он по-прежнему сохраняет за местными Акиматами право не согласовать митинг. Скандал в аэропорту Ташкента. Пассажиры купили билеты на самолет до Стамбула, но, прибыв в аэропорт, выяснили, что данного рейса нет в расписании. Как сообщает издание подробно УЗ, в аэропорту Ташкента образовалось скопление людей, потому что около 200 пассажиров, которые приобрели билеты, не могли попасть на самолет. Пассажиры сообщили, что купили авиабилеты через туристическую компанию Asia Luxe Travel. Сотрудники ташкентского аэропорта вызвали представителей туркомпании и авиакомпании и потребовали дать пассажирам информацию по поводу отмены рейса и предпринять действия по урегулированию данной ситуации. По словам представителя УЗ Airways, туристическая компания организовала продажу билетов, не согласовав слот с авиакомпанией. Вскоре пассажирам был выделен резервный самолет для перелета. На этой же неделе такая история произошла и в другом городе Узбекистана. Туркомпания Авиамаркет продала билеты на рейс из Ургенча в Москву, которого не было. В общей сложности на чартерный рейс было продано 290 билетов. Как оказалось, компания не согласовала рейс с Министерством транспорта Узбекистана и не подготовила необходимую документацию. Но вскоре вопрос решили и пассажиры смогли улететь. Мать Валентины Чупик хотят депортировать из России. О визите полиции домой к ее матери в Подмосковье правозащитница сообщила в письме Радио Свобода. Она написала, что полицейский представился участковым, но удостоверения не предъявил. Он сказал матери о вызове в суд из-за нарушения срока пребывания в России и последующей высылки через Центр временного содержания иностранцев в Егорьевске. По словам правозащитницы, ее матери 85 лет. Она инвалид первой группы и может не перенести визитов в суд и последующего содержания в Центре для иностранцев. Валентина Чупик напомнила, что лица старше 70 лет, а также недееспособные и ограниченно дееспособные люди в России не привлекаются к ответственности в форме административного выдворения. Как сообщает Радио Свобода, Валентина Чупик и ее мать граждане Узбекистана. Мать правозащитницы запросила у узбекского посольства загранпаспорт для выезда к дочери в Армению. По словам Чупик, депмиссия предупредила российские власти о том, что пожилая женщина намерена добровольно покинуть Россию, как только будут готовы документы. Напомним, что Валентина Чупик – создатель правозащитной организации «Утромира», которая занимается правами мигрантов России. В 2009 году она получила убежище в России. В ночь на 25 сентября этого года Чупик была задержана сотрудниками пограничной службы Федеральной службы безопасности России по прилете в Москву из Еревана. Ее лишили статуса беженца и запретили ей въезд в страну до 2051 года. Через несколько дней Чупик удалось улететь в Армению. Казахстан получил доступ к внутренней системе Фейсбука, что позволит помечать контент, который власти страны сочтут вредоносным. Как сообщает Радио Свобода, в Министерстве информации и общественного развития заявили, что Казахстану со стороны Фейсбук предоставлен прямой доступ к внутренней системе уведомления о контенте. Это позволит оперативно сообщать о информации, содержащей нарушения как глобальной политики Фейсбука, так и национального законодательства Казахстана. Министерство добавило, что стороны также договорились создать механизмы постоянного сотрудничества, включая назначение представителя регионального бюро Фейсбука для работы с казахстанским министерством. Но директор Мета-Платформс по политическим коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бен МакКонахи в письме Reuters сообщил, что процесс реагирования на сообщения о вредоносном контенте не является эксклюзивным для Казахстана. Он общий для правительств стран по всему миру. Напомним, что в середине сентября Мажелийс одобрил в первом чтении законопроект, который может обязать социальные сети регистрироваться в Казахстане и создавать представительство в стране. В противном случае платформам может грозить блокировка. Критики законопроекта обвиняют власти в попытке создать новые инструменты цензуры. Кыргызстан получил продовольственную помощь от Китая. Правительство Китая передало Кыргызстану более 1000 тонн пшеничной муки, 75 тонн сахара и 50 тонн соевого масла. До особого решения Кабинета министров гуманитарный груз был размещен на хранении в Бишкеке. 4 ноября стороны подписали акт приема-передачи гумпомощи. Как сообщает Радио Свобода, этот год выдался для Кыргызстана и других стран Центральной Азии экстремальным с точки зрения температуры воздуха и нехватки воды. Многие фермеры лишились урожая из-за засухи, а скоту не хватало кормов и влаги. В связи с этим власти Кыргызстана вынуждены были снять запрет на экспорт домашнего крупного и мелкого рогатого скота. Экс-глава Кабмина Улугбек Мари Паврани предложил создать в Кыргызстане государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то не погода или не урожай. Для создания запаса продовольствия на предстоящую зиму из бюджета выделено почти 2 млрд. сумм. Также Кабмин временно освободил от НДС импорт зерна, муки и сельскохозяйственных животных. Подписано соглашение о беспошлином импорте из третьих стран белого сахара и сахарного тростника. Введен запрет на экспорт пшеницы, риса, муки, растительного масла, сахара и куриных яиц. В Туркменистане людей, которые нарушили масочный режим, а также должников по бытовым услугам и алиментам, принудительно отправляют на сбор хлопка и свеклы. Тех, кто отказывается это делать, полиция избивает резиновыми дубинками. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода. Жители Балканского Вилаята рассказали корреспонденты Туркменской службы Радио Свобода, что местные власти хотят в ближайшие дни за счет принудительного труда доложить о выполнении плана по сбору хлопка на правительственном совещании. Однако в этом сезоне, по словам жителей, на полях практически нет хлопка. В данный момент по Вилаяту план выполнен только на 21%. Об этом пишет издание со ссылкой на свои источники. Кроме того, Туркменская служба Радио Свобода сообщает, что у властей Туркменистана возникли проблемы с грузовым транспортом для перевозки собранного хлопка в пункты приема. Из-за этого власти временно забирают частные грузовые машины у граждан и используют их для транспортировки. Ранее Туркменская служба Радио Свобода писала, что в Балканском Вилаяте Туркменистана полицейские принудительно отправляют на сбор хлопка в полях трудовых мигрантов, стоящих на учете с людей с алкогольной зависимостью, а также должников по алиментам. В Москве хотят отказаться от мигрантов на стройках. Причина – очень высокая оплата. Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев заявил, что поставил задачу своим коллегам, стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на стройках. По словам вице-мэра, средняя месячная зарплата мигрантов на стройке составляет около 60 тысяч рублей, а многие мигранты и за 80 тысяч уже не хотят работать. Сейчас на стройках Москвы работает около 40 тысяч мигрантов, в основном из Узбекистана и Кыргызстана. До пандемии их число достигало 120 тысяч человек. Власти Москвы считают, что процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, при этом зарплата у них должна быть в два-три раза больше. Эксперимент по отказу от услуг мигрантов уже начат. На ряде строительных объектов, например, плановая численность была 450 человек, а сейчас подрядчик справляется со 170. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели Центральной Азии. Спасибо, что остаетесь с нами. Встретимся скоро на канале Аздару.